На Гомельске моторо-рамонтном заводе, рамонтом сельско-господаршей техники, зайчинными и импортными комплектующими, займаются больше, как 10-ти годов. Еще в 2003-м местные специалисты прошли стажировку в США, после чего на предприемстве начали ремонтовать американские дзятройты. 6 лет тому, да их додали немецкие руховики фирмы «Дойц». А про то, в этот спис можно включить агрегаты, выработанные в Беларуси и России. Сегодня наявность в опытных специалистов и сучасных обстановлений дозволяя вернуть на палетки практически любую технику. Сельско-господаршие предприемства об этом ведают. Але займаться ремонтом по куль не спешаются. На сегодняшний день уже сдали порядка 8 двигателей для энергонасыщенных тракторов. В принципе, завод на сегодняшний день готов принимать в ремонт от 25 до 30 двигателей энергонасыщенных тракторов. Это серия «Детройт», «Дойц» 10-13 и 20-13. Одна из основных причин того, чему у господарка хымкнуться проводить ремонт уласными силами – финансовая. На Гомельскім моторарамонтным гэта ведаюць. Але звертаюць увагу на той факт, што і профілактика, і многие не вельмі імкнуться займацца. Во усілякім разі диагностычная лаборатория со специальным абсталяванням для проверки техніки у полевых умовах, територію завода покидаем нечасто. Між тим сьогодні у областным комітеті по сельській господарці і харшаванні агучуюць оперативну інформацію. Гатовнаць до весновых полевых работ тракторов – гріху більш як 80%. У тим ліку енергонасычаных – 75%. Комбінованых глебопрацовчих пасівних агрегатов – більш як палова. Самые низкі темпы – по подрыхтувці трактору у Брахінськім, Жлобінськім, Калінковецькім районах. Для завершення ремонту сельськох сподаршій техніки до весновых полевых работ у целым по в області необходна каля 23 мільйонів рублів. Проблема з фінансіруванням буквально на днях ремонтных работ рашана. Подключны все ремонтные предприятия наші області. Все занимаются. Я думаю, що подставлення здашу губернатором к концу февраля техніка должна бути 100% області готова. Ми проложимо максимум усілях, щоб цю здашу прошити.